МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Начнем с информации о паводке. По сообщению Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар, голова основного ледохода развивается в 584 километрах от Нарьинмара, ниже до Чилиюра, ледостав за крайными. Голова местного ледохода остановилась в 136 километрах от Нарьинмара в районе Йормицы. Подвижки льда на водпосту в Тошвиске – это в 107 километрах от окружной столицы и ниже по течению до Каменки. Отмечается резкий подъем уровня воды. По данным наутро с 14 мая уровень воды в Тошвиске составил 452 сантиметра, рост за сутки – 116 сантиметров подвижка. Великовисочная вода прибыла на 9 сантиметров за крайные. В Оксе на уровень воды находится на отметке 293 сантиметра, рост за сутки составил 84 сантиметра. Нарьинмаре вода прибыла на 60 сантиметров, и ее уровень составляет 139 сантиметров. Выход и выезд на лед запрещен. Соответствующее постановление мэра города вступило в силу. Документам запрещено выезжать транспортным средством и выходить горожанам на лед водных объектов, начиная с понедельника 13 мая и до полного схода льда. Чистый город установил в 9 местах вероятного выхода и выезда на лед, аншлаги и переход по льду запрещен. Отделу муниципального контроля совместно с Центром ГИМС поручено проводить рейды на водных объектах. Напомню, согласно окружному закону об административных правонарушениях, выход на лед в период действия запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. За выезд на транспортных средствах выписывается штраф от 500 до 2000 рублей. К административной ответственности могут быть привлечены граждане старше 16 лет. За детей до этого возраста ответственность несут родители. Из-за потопления вертолетной площадки село Нижняя Пеша уже второй день не принимает воздушные суда. Об этом в телефонном интервью нашему телеканалу рассказала глава Пешского сельсовета Галина Смирнова. По словам Галины Александровны, в настоящее время на селе наблюдается спад воды, поэтому местные жители рассчитывали на то, что сегодня пассажирские рейсы будут выполнены. Тут немножечко просто по уровню воды не получается безопасность обеспечить. А так, в принципе, лед уже прошел. Мы уже договорились, что у нас кто будет осуществлять перевозку пассажиров, если на дороге будет еще вода находиться. Но из-за того, что вертолетная площадка еще была под водой, поэтому работниками авиаотряда нашего аэропорта Нижнепюрша было принято решение, что сегодня пока еще ограничить прием пассажиров. Но завтра полагаем, что все уже будет в порядке. Как отметила глава муниципального образования, приостановка рейса, выполняемых воздушными судами, явление сезонное. Поэтому местные жители к таким ограничениям относятся с пониманием. Все же знают, что в этот период года идет ледоход. И возможны варианты такие, что из-за массового прохода льда в целях безопасности рейсы будут приостановлены. Не дождались сегодня воздушного судна и пассажиры еще четырех населенных пунктов округа. Рейс по маршруту Пеша-Снапа-Ома-Вижа-Снесь перенесен со вторника на среду 15 мая. Причину переноса в справочный аэропорт Нарьинмара не уточнили. Количество задержек рейсов авиакомпании «Руслайн» снизилось. Это произошло после того, как Департамент строительства, ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа по поручению главы региона Александра Цибульского провел переговоры с руководством авиакомпании на предмет необходимости соблюдения утвержденного графика полетов из Нарьинмара в другие регионы России. «Руслайн» признает факты задержек авиарейсов по техническим причинам. При этом отмечает, что приоритетом работы для него является безопасность полетов и регулярность выполнения рейсов. В целях исключения подобных ситуаций авиакомпании принято решение о размещении технического состава на всех рейсах в городе Нарьинмар. Также перевозчикам заключен договор на оказание представительских услуг в аэропорту Нарьинмара. Меры, принятые авиакомпанией по итогам проведенного анализа, позволили значительно сократить количество задержек, связанных с поздним прибытием самолетов. В апреле задержки происходили только шесть раз. Для сравнения, в феврале таких задержек было 27, в марте – 12. Кроме того, за прошедший месяц не было ни одной задержки по техническим причинам и ни одной отмены рейса. В марте вылеты отменялись пять раз. Дополнительно руководству «Руслайна» предложено в целях исключения длительных задержек заключить соглашение с другими авиакомпаниями для доставки пассажиров из Нинецкого округа и обратно их бортами в случае необходимости. Компания «Стройпуть изыскания» выполнит корректировку проекта участка дороги Нарьинмар-Усинск. Речь идет об участке автодороги протяженностью более 6,5 километров с мостом через реку Шапкино. Подрядчик определен путем электронного аукциона. Подрядчику предстоит выполнить предпроектное обследование мостового перехода через реку Шапкино с выдачей заключения о возможности движения по нему транспорта с грузами для строительства первого участка дороги, выполнить инженерное изыскание, разработать проектную рабочую документацию и сметы. Как сообщили в профильном департаменте, сейчас идет процесс заключения контракта. «Стройпуть изыскания» стала единственным участником, заявившимся на аукцион. Контракт будет заключен на сумму почти 3 миллиона рублей. Автодорога на Ленмар-Усинск – один из крупнейших инфраструктурных проектов Ненецкого округа. С 2019 года он реализовывается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Ненецкого округа». Сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды провели рейды на территории центрального участка общедоступных охотничьих угодья региона. По их итогам к административной ответственности за нарушение правил охоты привлечено трое граждан. У них были изъяты две единицы огнестрельного оружия, одно из которых нарезное. По факту незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия материалы переданы в окружную полицию для принятия процессуального решения. На сегодняшний день охота разрешена лишь на западном участке. Там она стартовала 11 мая. На центральном начнется 18 мая, на восточном – 25 мая. На сегодняшний день ведомствам выдано около 1500 разрешений на весеннюю охоту. Около 30% из них через региональный портал госуслуг. Напомню, охотникам запрещается нахождение физических лиц в охотничьих угодьях с орудиями охоты и продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами в закрытые для охоты сроки. За нарушение данного требования предусмотрено лишение права осуществления охоты по решению суда на срок от одного до двух лет, а также изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов и продукции охоты, а также транспортных средств и орудия незаконной добычи. С наступлением теплой погоды у сотрудников МЧС начинается жаркая пора. Она связана не только с обеспечением безопасности во время прохождения ледохода, но и с началом пожароопасного периода. Теплые деньки на Риенмарце спешат на природу, чтобы провести выходные на свежем воздухе. Такой отдых, как правило, сопровождается разведением костра и приготовлением шашлыков на мангале. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару. Об этом сотрудники МЧС напоминают регулярно и призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Ветреную и сухую погоду категорически запрещено разжигать костры. Соблюдать правила пожарной безопасности в этот период следует также жителям частного сектора и владельцам гаражей, возле которых нередко можно увидеть мангалы с шашлыками. В первую очередь в данной ситуации необходимо выдержать дистанцию. Есть норма, устанавливающая расстояние, это 50 метров от строений. И причем часто задают вопросы, а если я на своем участке это делаю, без разницы, свое имущество также может сгореть. И во время пожара какого-то частного дома может пламя перекинуться на соседний дом. То есть угроза есть всегда и здесь не зависит от того, на своем участке, на чужом участке. Вот здесь у нас действует норма 50 метров от строений. Ну также у нас гореть могут не обязательно дома, может автомобиль загореться, там не знаю, фургон, фура. Мусор и сухую траву с участков лучше вывезти к контейнеру с отходами или на свалку. А прежде чем покинуть место отдыха, необходимо убедиться в том, что костер или угли в мангале полностью потухли. Я бы настоятельно рекомендовал подождать и убедиться, что костер заново не разгорается, никакие угли не попали где-то посмотреть по территории, что при тушении может быть уголек из кострища выпал куда-то подальше, обследовать территорию и подождать, убедиться, что действительно костер полностью потушен. Это обязательно, я считаю, нужно сделать. Соблюдение этих правил безопасности позволит предотвратить возникновение пожара и уберечь уязвимую северную природу от негативного влияния человеческой деятельности, а также избежать административной ответственности. С начала 2019 года в Нинском округе на учете в Центре занятости числится 22 инвалида. В прошлом году за содействием в поиске трудоустройства в Центр обратилось 67 человек из данной категории. Большей части удалось помочь. Такую статистику привели специалисты Департамента здравоохранения на заседании Координационного совета по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения медикаментами и санаторно-курортными путевками жителей региона, а также доступность государственных и муниципальных услуг для инвалидов и пожилых людей, проживающих на территории Нинецкого округа. По данным Пенсионного фонда, на территории Нинецкого округа зарегистрировано почти 3000 инвалидов, третий из них трудоспособного возраста. В прошлом году за содействием в поиске работы в Центр занятости обратилось 67 человек. Часть из них была трудоустроена. Так, шесть человек были направлены на профессиональное обучение. Для ряда обратившихся специально были созданы дополнительные рабочие места. Выделялась и финансовая помощь на создание собственного дела. В прошлом году один инвалид получил единовременную финансовую помощь на открытие своего дела. Открыл ремонт мебели. Было создано два рабочих места для инвалидов, которые также были профинансированы из программы содействия занятости населения Нинецкого округа. Однако, по мнению начальника департамента Сергея Свиридова, необходимо трудоустроить всех людей с ограниченными физическими возможностями, кто нуждается в работе. Пожалуйста, примите все исчерпывающие меры, чтобы ускорить процедуры внесения этого в законопроекта на рассмотрение заседания администрации в собрании результатов. Лекарственное обеспечение инвалидов первой, второй и третьей групп, а также ряда других категорий граждан в соответствии с российским законодательством осуществляется бесплатно за счет средств федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день у нас заключен контракт на обеспечение льготных лекарственных рецептов, определен поставщик услуга Даниленской фармации. Все рецепты, которые выписываются в медицинские организации, доставляются в эту общественную организацию, в общественную организацию осуществляют отпуск лекарственных препаратов. На сегодняшний день у нас отсутствуют лекарственные препараты, которые находятся в дефектуре и рецепты, которые не обслужены лекарственными препаратами. Проблем, как заверяют в профильном департаменте, с обеспечением необходимыми лекарствами льготных категорий граждан нет. Кроме того, при необходимости можно рассчитывать на высокотехнологичную медицинскую помощь, необходимость которой определяет лечащий врач. Еще один немаловажный вопрос. Ветеранские организации округа выступили с инициативой авансирования проезда к месту лечения и обратно. В настоящее время разрабатывается законопроект, согласно которому планируется авансировать 70% стоимости билетов для этой категории граждан. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Изменения в отдельный закон Нинецкого округа, регулирующие избирательные процессы в регионе, вынесли на заседание постоянной комиссии собрания депутатов по госустройству и местному самоуправлению. Все поправки приводят региональное законодательство, касающееся регулирования правоотношений, проведения выборов и референдумов на территории Нинецкого округа в соответствии с федеральным. В частности, предложенные изменения разграничивают процедуру внесения документов в списков по единому округу по выдвижению выборного лица, четко устанавливают сроки, назначения основных и досрочных выборов, приводят в соответствие с федеральным законом методики распределения депутатских мандатов, состава списков кандидатов по единому округу и порядок размещения в нем кандидатов. Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу, не может быть менее 5 и не может превышать 20 человек. Это как предложение было со стороны избирательной комиссии Нинецкого автономного округа. Поясню. У нас на сегодняшний день по местным выборам на территории города принята схема 15 одномандатных избирательных округов, то есть мажоритарная. Там нет списков как таковых, то есть там будут лишь кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам. По выборам депутатов Совета Заполярного района применяется смешанная схема выборов. Там есть многомандатная округа, 3 двухмандатных округа и один единый округ. В этом округе выборы будут проводиться именно по партийным спискам. 10 депутатских мандатов будут распределяться по партийным спискам. Таким образом, если в партийном списке значится один человек и депутат решит досрочно сдать свой мандат, то его партия лишается своего представителя в Совете Заполярного района. Все рассмотренные на заседании поправки будут вынесены на ближайшую сессию для принятия в первом и втором чтении. В Нарьинмаре стартовала благотворительная акция «С любовью к детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. Организатором выступил комплексный центр социального обслуживания. Главная цель акции – сбор игрушек для детей с ограниченными возможностями здоровья и тех ребят, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. По данным КЦСО, в Ненинском округе таких семей порядка 160. Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей округа принять участие в акции. Игрушки можно приносить в комплексный центр социального обслуживания, находящийся по адресу улицы Рабочая, дом 18, кабинет 14. Сами уже волонтеры, сами члены Красного Креста, вместе с согласованием сотрудниками, специалистами отделения помощи семье детям. Смотрим, в какой семье и какая игрушка нужна. Потому что есть и маленькие дети, где нужны погремушки, вот такие развивающие игрушки. Когда семья большая и нет возможности купить игрушки, дети рады всегда новым игрушкам. Это создает у них эмоциональный настрой, счастливые моменты. Потом очень многие, вот мы знаем, что игрушки, которые нам приносят, и мы дарим детям, у них становятся иногда очень любимыми игрушками. Акция продлится до 30 мая. А уже 1 июня волонтеры и специалисты центра с подарками посетят детское отделение окружной больницы, а также детский дом и дом малютки. В Ненинском округе утвердили список номинантов на награждение медалью «За любовь и верность». В нем 69 семейных пар, из них 32 семьи проживают в Нарьинмаре и 37 пар в населенных пунктах Заполярного района. Медалью «За любовь и верность» награждаются образцовые супруги с крепкими семейными устоями и отношениями, воспитавшие детей достойными членами общества. Стаж брака должен быть не менее 40 лет для семей с двумя и более детьми и не менее 45 лет для семей с одним ребенком. Как пояснили в Организационном комитете, согласно процедуре отбора, документы к награждению направлены на рассмотрение Федеральный оргкомитет. Награды будут вручены 8 июля в День семьи, любви и верности во Дворце культуры Арктика. В этот день в Нарьинмаре состоится праздничный концерт и пройдет тематическая фотовыставка. В поселке Искатели на Центральной площади будет организовано праздничное гуляние. Праздничные мероприятия ко Дню любви, семьи и верности также пройдут в Нельмином Носе, Амдрами, Бугрино, Андиге, Великовисточном, Каратайке, Коткино, Красном, Неси, Оме и Тельвиске. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова